Привет, привет, Лёшка! Меня многие друзья просят рассказать, что же реально происходит в Котке, в Финляндии, потому что разговоров в России очень много и в прессе очень много информации, но вплоть до того, что бензина нет, электричество дорогое, всё замерло, всё умирает, везде кризис. На самом деле ситуация, конечно, по Котке не самая шикарная и я могу сказать, что самая главная проблема в Котке заключается в том, что из Котки уезжают крутые, буйные бизнесмены, даже не бизнесмены, а просто активные люди. Активные люди оставаться в Котке не хотят и это главная проблема нашего региона. Ну, на это накладывается полное отсутствие туризма, как со стороны России, так и со стороны европейских, китайских, японских. И отсутствие туризма, конечно, очень сильно давит на экономику Котки. Но есть, конечно, и плюс, в магазинах, конечно, всё есть, бензин, конечно, есть, и я могу сказать, что цены в Котке пошли вниз. Причём цены на всё пошли вниз, и аренда, и питание, продукты питания, и магазины бытовой техники, и, в общем-то, всё начинает дешеветь. Спрос, может быть, и есть, но платёжеспособного спроса практически не осталось. Поэтому, чтобы хоть как-то продавать товары, все производители и продавцы идут на снижение цен. Многие говорят, что это результат санкций. Я хотел сказать, что это не совсем так. Если мы возьмём график, который перед вами, график государственного долга, он, в принципе, полностью отражает экономическую ситуацию в стране. Я называю 2008 год, это год кризиса, и многие россияне меня поправляют, что это не совсем так, сильного кризиса не было. Да, но в Финляндии именно 2008 год и был моментом кризиса, моментом перелома экономики. Я, на самом деле, тогда ещё обращал внимание, что вот история с Nokia, история там с массой ещё других компаний финских, это история, которая разделяет нас от экономического роста и экономического падения, экономического краха. Если вы видите этот график, то после 2008 года в Финляндии наступают тяжёлые времена. Реально бюджет сверстать без заимствований невозможно. Его просто невозможно составить без чужих денег. И вот вы видите, как растёт государственный долг. Хотя до 2008 года долг падал, это была необычная ситуация, когда котка бурлила, Финляндия бурлила. То есть каждый день происходило что-то, и причём это всё происходило с оптимизмом, с энергией, невероятной энергией. И я тогда ещё в своих лекциях уже говорил, что очень странно, что энергия в Финляндии начала падать. То бурление, то энергетическое движение начало увядать. И мы видим это по графику. Поэтому можно ли говорить, что в Финляндии проблемы возникли в связи с ситуацией с Россией? Скорее всего, нет. Это более глубинные проблемы. Более глубинные. И то, что сейчас происходит в Котке, это результат того, что было заложено в 2008 году. Видимо, выбрана не та дверь, куда Финляндия вошла. Но, тем не менее, Котка сейчас представляет из себя достаточно печальное зрелище. Это вот чисто субъективное впечатление. Это впечатление, которое остаётся после посещения улиц Котки. Я могу сказать, что в субботу вечером, ну ещё лет 10 назад, не прекращалась толпа людей, которые шли от одного ресторана к другому, от одного бара к другому. На улицах была куча машин, куча весёлой молодёжи. Сейчас вы видите, этого нет. Настроили вот такие вот страшные здания, которые непонятно для чего нужны. Это Веллама, где один концертный зал, и Сатама-арена, второй концертный зал. И оказалось, что эти концертные залы в Котке просто не нужны. Не послушались Лёшку, не сделали дудудки, не сделали историческое место с находками и артефактами из дешёвой водкой, не сделали прогулочную улицу и потеряли туристов, потому что в эти унылые арены никаких туристов не заманить. Касательно логистики, теперь следующая часть моего доклада заключается в том, что с логистикой в Котке, к сожалению, стало совсем плохо. Но есть, конечно, движение. Движение заключается в том, о чём я говорил. Многие логисты пытаются сменить род деятельности. И на самом деле интересно, у нас склад рядом с границей Валема собирается начать выпускать водку, перепрофилировать так. Я знаю несколько складов в Котке и в Хамена, которые переориентировались на дистрибьюторство, грубо говоря, на торговлю, закупкой товара за рубежом и продажей оптом, мелким оптом и в розницу на территории Финляндии. Несколько складов, я знаю, перепрофилировались в производство. Это удивительный факт, потому что в Финляндии производство, в принципе, стало нерентабельно любое производство. Но, тем не менее, вот есть несколько ребят, которые начали выпускать разные вещи, собирать это и фото, устройства, которые можно ставить в магазинах. Вот, и вот, например, другой мой товарищ занимается сборкой вендинговых автоматов, аппаратов. Ну, будем надеяться, что у них судьба сложится хорошо и не закончится так, как очень много производств в Котке закончилось, а именно банкротством. Я знаю, что один склад начал производить даже дроны. Вот, там опытное пока производство. Тоже надеюсь, что это пойдет в гору. Есть несколько вариантов перепрофилировать складские помещения в дата-центры для искусственного интеллекта. Есть даже иностранные предприятия, которые готовы инвестировать в это направление. Ну, и все с нетерпением ждут открытия батарейного производства. Тем не менее, порт Котка работает. И даже удивление у меня вызвало то, что объемы, в общем-то, после забастовки не упали входящих и выходящих грузов. Да, сейчас идет бурная работа по вывозу того, что застряло. Но, тем не менее, и новые грузы приходят, и это очень-очень радует. То есть, порт Котка находится в тяжелом состоянии, но, слава богу, выправить эту ситуацию возможно получится. Дай бог им тоже удачи и успехов. Ну, вот, в принципе, то, что происходит в Котке, меня попросили коротко рассказать с моей точки зрения, не ангажированный, не купленный ничьими деньгами. Это лично мое мнение, которое вот складывается, когда я посещаю те или иные места. Это мое ощущение кожей происходящего. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока.